Ну что ж, снова всем привет, я Technomax Generations Zero, продолжаем прохождение. Эта чудесная игра у меня уже трижды вылетала, так что я ее в начале немножко перехвалил. Значит, прошлая серия была дико обрезанной, там серия получилась на час, мне ее пришлось жестоко порезать, чтобы все в одну серию упаковать. Да, еще вот звук так подгручивает. Нашел прицел оптический для дробовика. Так, на улице ночь, день, день. Вот, оптика для дробовика, уставшая конечно, что-то там пиликаешь, но в принципе целиться через нее можно. Пистолет теперь с глушителем и на снайперке прицел нормального качества в общем-то пойдет. Я появился значит по карте в Сальто мне, вот здесь поселение, оружие полностью найдено, вот оно безопасное укрытие. Это первый бункер. Вот получается на горе второй бункер, командный бункер Веслан. А это нижний выход из него же. Ну, я вот еще по находил, значит, пристань была, тут еще обычная ферма Стора Хагбу и на южной оконечность острова я нашел, значит, маяк Станудден и еще одно безопасное укрытие там возле маяка в гараже. Значит, что удалось выяснить? Тут вот он, сигнал неизвестного источника, помехи неизвестного происхождения. Он высчитывается как неприятель, то есть это активный неприятель, у него есть седьмой уровень, это странно. Ну, короче, их нужно разрушать, вот эти вот самые маяки. И нужно обратно вернуться в замок Эббахольмен. Так, это я потом отслежу. Сейчас по журналу. Сеть командных бункеров. На плане найденного в бункере Веслан в переводе со шведского Ласка показано местонахождение шести других командных бункеров этого региона. В соответствии с действующим военным протоколом контрразведки распространение информации об их местонахождении было строго ограничено. Единственное, что вам известно, это их кодовое название. Найдите планы в других командных бункерах, чтобы открыть новые основные задания и получить дополнительную информацию. Найдите план в бункере Минкен, Соркен, Морден, Утерн, Сквадерн и Хармелен. Другой замок. Найдите вход в бункер базы ВМФ в Сальтольмене местонахождение региона Архипелага. В расшифрованном сообщении, отправленном в адрес командного бункер Вест, назвавшей базы ВМФ в Сальтольмене, говорится, что в ходе подготовки к эвакуации туда была отправлена большая часть гражданского населения, проживающего в регионе. База находится на западном побережье острова Нора в Сальтольмен и, по-видимому, на ее территории находится подземный бункерный комплекс, который поможет прилицвет на местонахождение людей в регионе Архипелага. Это, собственно, бункер второй, который глючный, в котором у меня агро не спадало, блин, пол серии практически. И сообщение базы ВМФ в Сальтольмене. Текст сообщения, полученного из бункера базы ВМФ в Сальтольмене, половина оторвана. Согласно приказам, поступили к размещению эвакуированных граждан в подземных ангарах базы ВМФ, ожидая об указании по транспортировке на материк. Любая информация о характере угрозы поможет нам соответствующим образом подготовиться. В результате последнего происшествия наши возможности... И все. И, видимо, возможности у них очень сильно ограничены. Первый контакт. Задача. Вскоре после эвакуации гражданского населения с Сальтом, но кто-то из жителей впервые заметил машины в Архипелаге, Уруин, Замка и Бахольмен. Военные отправили туда разведотряд, который обнаружил некий сигнал. Однако, вскоре командный бункер Веслан потерял связь с отрядом, прежде чем разведчики успели сообщить хоть какую-то информацию о природе или источнике этого сигнала. И здесь есть сообщение. Бертик Людвиг в командованию. Мы заняли позицию в Замке и Бахольмена, но нигде не можем найти гражданскую Аниту Шергеран. То, что она описывала, нигде не обнаружено. Однако, Сиган действительно что-то... Нашли, повторяю, мы наконец... Казец сообщения. Так, однако Сиган действительно что-то удалось найти рядом с... Ну и короче, их там обложили и, судя по всему, перебили вот те вот самые машины, которых я перестрелял в прошлый раз в Замке. Зова помощи. Да, это вот они. И побочные задания. В записанном радиосообщении упоминается перестрелка в стратегической локации к северу под названием Сальтольмстунган. Возможно, нам там удастся разжиться оружием и снаряжением. Это Капрал Павел Свобода. Командование бункера Минкен. Враг приближается и вот-вот нападет на нас. Требуем срочного подкрепления. Повторяю, срочное подкрепление. Ответьте. Прием. Видел врага. Четыре. Нет, пять машин. Мы не можем удержать Сальтольмстунган. Ответьте. Прием. Отряд, готовься. Это я нашел еще одно сообщение по пути на маяк. В письме, найденном в офисе Аниты в Замке Бахольман, напоминается заброшенный бункер с годовым названием Скарвин. Возможно, местные жители, знавшие его существование, попытались украться там. Он находится где-то на Норос-Альтольмен, рядом с церковью Сальтольмен. Найдите местонахождение бункера Скарвин. Уважаемый господин Густавсон, прошу вас сделать все возможное и поспособствовать тому, чтобы бункер Скарвин, расположенный в Норос-Альтольмен, был официально выведен из эксплуатации и переформирован в музей. Как вам известно, бункер находится в плохом состоянии. Скарвин уже больше двух лет отсутствует рабочая сила и не проводятся военные учения. Планы по восстановлению бункера заморожены, так как это требует дорогостоящей замену старевшего оборудования для разведки и наблюдения. Учитывая происходящее сейчас в Берлине, хочется надеяться, что в Европе наступает исторический момент, который положит начало эпохи мира, и нам больше не придется беспокоиться о береговой обороне. Когда этот день наконец настанет, на этом запись обрывается. Фух, охренеть можно сколько читать, но что ж поделать. Так, вот он сигнал неизвестного источника, отследить, поставить отметку и мне нужно получается сейчас рядом пойти и проверить кто там есть. Так, есть у меня магнитофоны, есть у меня аптечки, патроны, все есть. И, кстати, нужно взять, наверное, да, стойко, винтовку, потому что в ней патронов до хрена. Оказывается, эти долбанные маяки нужно было уничтожать, а я что-то их стрелял, стрелял. А, кстати, луз тут появляется, по-моему, заново, каждый раз, в плане, что он респавнится. Я вот эту машину лутал еще когда шел первый раз в бункер сюда, в самый первый, в деревню. Вот в сальто мне когда шел, я ее полутал, эту машину, я точно помню. И сейчас лут опять есть. Там нужно убедиться, что... Ага, источник сигнала, там машины есть, вот вопрос. Есть. Две всего лишь. Я точно знаю, что их тут две. Бабах, ёпта. Так, вот я снова пришел сюда. Короче, зависла она еще раз. Когда взорвались роботы вместе с этой вышкой радиосигналов, у меня игра четко вылетела. Как жаль, что здесь не сохраняется местоположение персонажа, а сохраняется только его статус. То есть инвентарь, патроны, там, местность открытая, квеста. Это вот очень хреново. Лучше бы, конечно, сохранялось все. Учитывая количество вылетов, блин, хотелось бы как-то, не знаю, почаще сохраняться. Ладно, что у нас есть тут. Экспонсивные патроны, оболочечные, дробовые. Что по поводу навыков значит. Вот он, грузоподъемность. Есть. Открывает дополнительный ряд ячейков в инвентаре. Устойчивость позволяет выдерживать более мощную атаку, оставаясь на ногах. Вот это вот было бы неплохо тоже вкачать. Так, что там у нас было по журналу заданий. А, ну да. Я собирался навестить еще раз замок Эбахольден. Первый контакт, основное задание. Ставим отметку и вперед. Я уж надеюсь добегу без приключений, без вылетов, без зависаний, потому что меня это немножко накалять начинает. Вроде игра хорошая. Вроде вышло уже не сказать, чтобы недавно. Вот почему-то еще косички остались. Ладно, не страшно. Главное, что оно в принципе работает. К багам то не привыкать уже. Так, ружье, ружье, ружье. Нужно внимательно еще за радаром следить. Ага, кто-то есть впереди. Да, и кстати, по карте есть тут такой персонаж, блин. Вот он. Оксан А513, агрессор Астроуфа. Тот, кто появился в прошлый раз. Робот элитный. Профиль неприятеля. Жнец-прототип. Ой, бля. Вот такой вот шагающий экскаватор с пушкой, блин, появился. Это элитный какой-то противник. И нужно будет его убрать тоже. Лучше всего будет его взорвать. А, это же эти роботы долбаные. Возле хижины. Тихо-тихо-тихо-тихо. Меня тут. Тут меня нету. Что, сюда двигается, что ли? Нафиг, нафиг. Я не хочу с ним связываться. Все, меня нету, я ушел. Я сейчас решил бегать по заданиям. Ну и перестрелки, само собой, там, как получится. Но вот лутаться, я думаю, если буду, то буду делать, как бы, ну, такие моментами, возможно, если интересно, что-то будет. А так буду обрезать лутание. Потому что это долго. В принципе, в основном, здание однотипное. Кстати, вот она, дорога в замок, в гору. Вот днем все видно. Ночью ни хрена видно не было, дорога. Залив прикольный такой. Аж уже самому интересно, что же с этими людьми случилось? Кто такие эти роботы? Откуда они там нарисовались, блин? Если их собрали, кто их собрал? Как они очутились на острове? Короче, вопросов очень много, ответов очень мало. Ну, как и должно быть. Обычно в сюжетах. А, видите, разведотряд у замка и Бахольмен. А мне вот интересно, тут роботы будут или уже не будут? Будут. Не без этого. Ну что, опять их собрать магнитофоном, попробовать подорвать. Тихо, 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 тихо. Тут никого нету, спокойно. Хоть при свете дня на замок посмотреть. Да, вон он, подвор. Ну-ка. Собака. О-о-о-о, они там что-то прям это. Развоевались прям вообще. По кого они стреляют? Это они на меня сагрены или там люди изживые? В плане этих, которых я ищу, там разведотряд. Ну-ка. Вообще-то тут робот вроде бахнет. Зараза. Где-то скотина. Похоже, что он тут один или двое. Или трое. А, блин. Зараза, лошадь, блин. Да как так-то? В каком смысле, блин? Я что, сам себя, что ли, навернул? Аптека, аптека, срочно. Так, это вам, ребята, чтобы вы меня не отслеживали. Что-то их тут много слишком. Опять. Как ты, падла? А, пошел ты в задницу-то, а? Да, это был мой косяк конкретно. Прям косяковый некуда. Весь адреналин закончился. Ой, блин. Так, 243. Это, это нафиг. Блин, вот уроды железные. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь им там, наделаю делов, блин. Козлы. Так, это сюда идет. Автомат у меня нет ничего. Прицелы. Баллоны. Короче, их нужно тупо взрывать. Если лут тут появляется, вот, заново. То, блин, я представить боюсь, сколько тут придется лутаться. По времени. Ладно, я забегать уже никуда не буду. Аптечка у меня есть. 9, тут еще 6. Баллонов, мафонов дофига. Короче, музыкально-газовую вечеринку им нужно там устроить. Приманить да подорвать всех разом. Ну, аптека. Чисто по пути вот посмотрю. Что тут есть. Самое главное, что мне нужно, это патроны на автомат 44-й калибр. Я их потратил в прошлой серии, короче. А их не так-то много. Ладно, сейчас добегу и там продолжу. Значит так, добрался до этого же самого места. Сейчас. Бля. Опять я, блин, случайно стрельнул, спалился. Ну и тут должно было остаться один или два. Так. Баллон. Берем мафон. Нужно отхиляться сейчас. Какие они злые, блин. У меня еще пули, которые не особо их прошибают. То есть у меня мягкие пули. Да, сколько вот сюда у тырка. Эй, хрена сейчас дробовика шлепают. Падаль, бля. Вот падаль. Сколько их тут, этих тварей, блин. Я их реально устал убивать. Хорошо адреналин один нашел. Сейчас бы не встал. Опять пошел забежать. Так, ну-ка, где там, блин? Скотина, иди сюда. Мудак с дробовиком. И это я не про себя. Че? Угроза Нора Сартольман. Еще один элитник появился. Бля, еще один элитник где-то появился. Надеюсь, не здесь. Сколько вас, бля. Пересес их тут с десяток, наверное, было. Фу, бой выигран. Они слишком часто, по-моему, появляются. Да, я их вроде недавно зачищал, они уже попоявлялись тут. Да, их тут с десяток, примерно, и получается. Охренеть. Че? Джорган. Это явно рукотворная херня. Стали бы пришельцы по-шведски писать. Ага, сейчас. Это, небось, с какой-то военной лаборатории посбегали. И, как всегда, главного героя разгребать. Так, заряжу-ка вот эти патрончики. Оболочишь на эту пробивающую броню? Вот. Ой, гады, ой, гады, блин. Ладно, сейчас посмотрим, что тут по поводу отряда. Да тут еще кто-то есть, блин, заколебали реально. Все, сейчас сделаем по-другому. Где? Так, ну элитник вроде не здесь. И че? Никто не прибежал. Блин, то видят за полкилометра, то не слышат ни хрена. Ух ты, какие звуки. Тихо. А, вон он ходит. Сволочь, вон бак у него. Там еще кто-то есть. Короче, да, уязвимые места у них есть, и со снайперской винтовки, и издалека вот так вот их можно валить. Там еще машина рванула до кучи. Но взорвалась она уже от робота. Интересно, можно в машине в бак стрелить, чтобы ее взрывать принудительно? Нужно будет, кстати, проверить теорию эту. Бля, кто ж там есть-то? Я, короче, сейчас бак сюда положу. Если что, я в него хлопну. Так, чихо. Ни хрена сего, он с жопой бегает. Я, блин, передом так не могу бегать, он с жопой бегает. Где это, падаль? Вылезай, сволочь. Гребаные жестянки. Я бы сейчас подорвал бы как раз баллон. А главное, здесь никакого статуса нет. Преследуют меня, не преследуют. Или он где-то стоит, тупит. Пойдем охотиться на железяк. Сами не идут, тогда я приду. От урода, а. Он там стоит, блин, ему все пофигу. Все, разломался. Что, блин, еще один. Не догнал что-то. Бля, зато упал. Что-то замок тут прям вообще, короче, кишмя кишут. Вот тут автомат очень пригодился. А, вон он. Он застрял там. А уже нет. Наконец-то. Что-то их реально тут до хрена было. Оксан достигает уровня 2. Он что там, качается еще, блин? Как так? Этот экскаватор еще и качнулся. Офигеть. Так, по пути полутаться. У меня припасы уже подходят к концу. Так, тут же ничего нет, ничего нет. Кого мне тут найти-то надо? Узнайте, что выяснил разведотряд у замка Ибахольмена. А, 44-го калибра. Распечатка разведданных по сигналу. Очевидно, незадолго до атаки разведгруппе в замке Ибахольмена удалось отследить источник с помощью известных характеристик вражеского сигнала. Похоже, координаты указывают на южное побережье Ибахольмена, а точнее, на небольшой пляж Калвикен. А значит, машины первоначально могли появиться оттуда. А-а-а. А-а, это чего? Бешерл Вудвих, командование. Мы заняли позицию в замке Ибахольмена. Нигде не можем найти гражданскую, а вот еще грамм. То, что она описывала, нигде не обнаружено. Однако, сиди действительно, что-то удобно найти рядом все. Нашли, повторяю, мы... Ну да. Это сообщение уже было, я его уже читал. Так, блин, аптечек уже меньше и меньше становится. Стандартные патроны, бронебойные патроны. Блин, когда же я сам автоматический пистолет-то найду. Так, ну место вроде как есть. Хорошо. Что по карте? Плацдарм, основное задание. Достопримечательность елка. Так, убрать отметку. Плацдарм поставить. Мне куда-то вниз. Кстати, я хотел проверить по поводу стрельбы в бензобак. А вот с какой стороны, вот вопрос. Стой. А вот тут вообще бензобака нет. Нет, я, конечно, могу предположить. Нет, не могу я предположить, куда они спрятали бензобак. Я думал, может, просто лючка нету, а бензобак есть. Оп-па-на, оп-па-на. Как бы так слезть, чтобы не убиться. Так, по деревьям аккуратно. Оп-оп-оп. Оп-тихо-тихо-тихо-тихо. Живем. Все хорошо, не убились. Я хочу узнать, что там такое. Какой плацдарм, нахрен, что вообще происходит. Так, и что за враг, кстати, появился? И где он появился? Хороший вопрос. А, их двое там уже. Оксан А513. Великан А680. Угроза изнора с ротольным. Блин. Колосс прототип. Это еще что? Еще за грузовик с ногами такой. О, кстати. Ага. Шарахаются, уроды, шарахаются. Блин. А как туда мне спуститься, вопрос? А, то есть я должен отсюда по дороге, вот сюда, вот так вниз, короче, по красной ленточке, вот сюда, вот до самого берега. Ух, нифига себе. Ну, по дороге так, по дороге. Хорошо. Вот она, дорога. Там спуск где-то есть. Западнее. И, кстати, теперь-то я уже воспользуюсь баллоном. Что это за пещера такая? Ни хрена себе. Не пиликать, блин, тебе так страшно. А... И как я туда должен попасть? С той стороны, что ли? Или туда есть человеческий спуск, или вот это вот и есть спуск туда? Похоже, что это спуск туда и есть. Через пещеру. Кто ее прорыл? Вот это вот интересный вопрос. Неужели машина? Ох, косячок. Не сшили, короче, эти. Вершина 3D-моделя. Сейчас посмотрим, кто у нас тут обитает. Нужно баллон, короче, поставить и приманить их. Я реально уже устал с ними воевать. Раз. Два. И побежали отсюда. О, бегут. Ого, там табун. Давайте, давайте, поближе, поближе, поближе все. Хорошо, шмаркнуло. Но это еще не все. Там, по-моему, еще кто-то был. Это сюда, это сюда. Там кто-то еще есть. Четыре положила, кстати. Хороший был взрыв. Не, 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 не надо меня отслеживать. А где они? Ну, хоть можно, он другой. Они по контейнерам сидят? Успешное отступление. Так, ближний бой. Возможно, машины, замеченные у руин замка Ибахольмин, пришли с южного побережья острова Ибахольмин. Согласно радиосообщению, которое удалось получить у разведотряда у замка Ибахольмин, восточных сигнала находятся на небольшом пляже Келвик и расположенном к югу у руин, похожий на древнем побережье. Да. Может быть, отправленной точкой распространившихся по всему острову машин. В смысле? А зачем внутри контейнеры? Электрические щитки и распределители. Серийные номера контейнеров. В одном из контейнеров, найденном на пляже Келвикен, еще имеются выключенные машины. О происхождении этих машин нет никакой информации с заключением различных серийных номеров на контейнерах. Их что, на контейнерах кто-то забросил? Ну, тут 4 контейнера и 4 номера. О, выключенные. Прикольно. А их взорвать надо? По-моему, нет. Да какое еще, твою мать, отступление. Кто там, блин, мне мозга компасировал? О! Поднят предмет. Что за предмет? Плацдарм. Ну, опыт. И что? Я какую-то схему нашел. А при чем тут выключенные машины? Что мне с ними делать? Ну, их можно хотя бы рассмотреть. Уничтожьте выключенные машины на пляже Калвикен. Так я что делаю, блин? Я их уничтожаю. Ладно. Уничтожим радикальным методом. Ну, плацдару завершено. Блин, а я не успел прочитать, чего там, судя по всему, гражданские. Это вот потом на записи будет видно, что там было написано. И чего по заданиям остается у нас? Другой замок основного задания. Зовопомощь основное задание. Невыносимая легкость. Можно только надеяться. И эти уроды, блин. Тогда я телепортируюсь в укрытие. Так, вот я портанулся. Короче, это и есть безопасное укрытие. В гараже. Вот ящик. А вот маяк. Листья летят. Классно. Сейчас маяк покажу, потому что вы его еще не видели. Маяк станут. Тут ничего сложного. Просто вот вдоль колонны вот так наверх подняться. И, собственно, тут я уже поутался. И тут лут не появился. Так, вот. Можно осмотреть чуть окрестности. Но тут не слишком много видно, потому что все в лесу. В лесах. В полях. В скалах. Вот в этом гараже безопасное укрытие. Короче, да. В следующий раз придется идти проверять вот это побережье. Конечность. И вот здесь переход на Нора Сартольмен. А заодно вот с этими боссами воевать, скорее всего, придется. Но это только начало. Потому что карта, судя по всему, довольно большая. На этом давайте, наверное, закончим. Да, с вами был Техномакс. Это был Generation Zero. Расследование тайны появления роботов. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok